Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Создание нового. Запланировано до конца 2017-го. Производственная площадка биомедицинского комплекса «Наналек» выступит в качестве основы кластерного объединения. Имущество молота продадут по частям. На торги выставлены имущество, недвижимость, инженерные коммуникации, недоли ОАО, молот в других предприятиях, а также право требования к должникам. Всего 17 лотов на 104 миллиона рублей. В объявлении о проведении торгов подчеркивается, что продаваемое имущество не предназначено для работ по гособоронзаказу, не относится к социально значимому имуществу. Аукцион состоится 14 апреля. Экономика. Кировчане стали брать больше кредитов. В прошлом году банки выдали кировским заемщикам 102,5 миллиарда рублей, рост 12%. По данным Кировского отделения Волговятского главного управления Банка России, к началу этого года задолженность кировчан перед банками составила 127 миллиардов рублей. 80 из них – это долги частных лиц. Что касается ипотечного кредитования, то в прошлом году банки выдали 13 миллиардов, показатель за год увеличился на треть. Программа «Экономика». Бизнесу предлагают разместить рекламу на остановках. 16 марта состоится аукцион на право размещения рекламных конструкций на остановках Кирова. Места под них определены в Нововятском, Октябрьском и Ленинском районах. В городадминистрации отмечают, что сейчас в Кирове установлено 13 рекламных конструкций в виде пилона в составе остановочных павильонов на улицах Воротского, Ленина, Московской, Карла Маркса. Срок эксплуатации конструкций – 10 лет. Средняя стоимость права размещения – примерно 12 тысяч рублей. Перевозку леса будут снимать на видео. Проект пока будет работать в пилотном режиме. Реализацией займется Кировское отделение «Мегафон», – пишет навигатор. В Кировском правительстве видеофиксацию грузоперевозок древесины называют важным этапом в декриминализации лесной отрасли. Кроме того, возможности создаваемой системы позволят бороться не только с незаконным оборотом круглых лесоматериалов, но в перспективе организовать круглосуточный контроль за пожароопасные ситуации в лесах. Продукцию фудзавода будут продавать в автоматах. Они были представлены в Московском экспоцентре на выставке вендинговых технологий. Как пишет портал Киров.нет, она собрала компании из Китая, Италии и России. Кировский завод по производству готовых блюд привез в Москву вендинговый аппарат по продаже собственной продукции. Он оформлен с использованием образа Юлии Высоцкой, автора рецептов совместной линейки с кировским предприятием. Программа «Эхономика». Напоследок, коротко несколько цифр. На 9,5% вырос объем вкладов в кировских банках за прошлый год. 250 миллионов рублей вложено в создание нового производства древесно-волокнистых плит в Кирово-Чепецке. 6,5% работников организации уволились в конце года. И о валютах. Доллар на сегодня 58,83. Евро стоит 61,99 рубля. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове.